МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Итоговая программа в студии 7-го канала Вологда и Александр Соколов. В студии 12-го канала Череповца Виктория Пименова. Здравствуйте! И мы готовы рассказать о самых значимых событиях, которые произошли на этой неделе на Вологодчине. Смотрите сегодня в выпуске. Сколько положено человеку пар брюк, а ребенку игрушек? По мнению специалистов, потребительскую корзину нужно увеличивать. Преступление и наказание. Какой срок получили пятеро мужчин, которые расстреляли прохожих? Скандал в Надеево. Как вернуть работу людям? И хоккейная «Северсталь» проиграла в борьбе за Кубок Гагарина. Теперь предстоит сражение за лидеров команды. Часто можно услышать выражение «уровень жизни». А что это такое? По мнению специалистов, это понятие включает в себя уровень материального благополучия, характеризующийся объемом реальных доходов на души населения и соответствующим объемом потребления. Опросы среди населения показывают, что значительное количество людей в оценке уровня жизни учитывают состояние своего здоровья, степень моральной удовлетворенности и так далее. ООН оценивает уровень жизни согласно индексу развития человеческого потенциала. Интересно, что по итогам 2010 года Беларусь в этом рейтинге на 61-м месте. Россия на 65-м, Украина на 69-м, Казахстан на 66-м, Азербайджан на 67-м, США на 4-м, а на первом месте в 2010-м году Норвегия. У нас же существует такое понятие «потребительская корзина». В ней то, что, по мнению специалистов, жизненно необходимо всем россиянам. Некий минимум. Причем специалисты подсчитали, что он ниже реальных потребностей. Пересмотреть структуру потребительской корзины предложили представители Думского комитета по труду и социальной политике на встрече с руководством Минздравсоцразвития. Дело в том, что потреб корзина не меняется с 2006 года. При этом на основе именно этого понятия исчисляется прожиточный минимум. Алена Смирнова узнавала, на сколько лет сейчас покупаются брюки и сколько игрушек положено ребенку. Никакой тебе икры заморской баклажанной, экзотических фруктов. Сегодня в потребительской корзине только самое необходимое. В первую очередь обычные продукты питания. Они обеспечивают минимально необходимое количество калорий. Потребительская корзина – понятие, которое касается всех. Примерно представляю, что это как бы минимум, то, что нужно на человека. Минимальный набор продуктов. Мясо, наверное, не входит. Или, может быть, какое-то курица, может быть. Мне кажется, мясо, наверное, не входит. Хлеб, молоко, яйца, сметана, творог. Частично мясные продукты, если хватит денег в этой потребительской корзине. Первыми в потребительскую корзину идут хлеб, крупы, картошка, фрукты, овощи и мясо. По данным специалистов, россияне тратят на это до 50% своих доходов. Следом за продуктами в корзину отправляются товары непродовольственные – одежду, обувь, головные уборы, белье, лекарства. Последняя составляющая – услуги. Коммунальные, транспортные, культурные мероприятия. Итого в корзине 156 товаров и услуг. На сумму в среднем по России – 6827 рублей. Для сравнения, потребительская корзина немцев формируется из 475 товаров и услуг, британцы – из 350, американцы – из 300, а французы – из 250. Интересно, смог бы выжить тот же француз, потребляя исключительно по российским нормам. Судите сами. Предполагается, что трудоспособный россиянин съедает в день 100 граммов мясопродуктов, 43 грамма рыбопродуктов, по 63 грамма сладкого и фруктов. Еще пол яйца, 267 граммов овощей, 295 граммов картошки, 366 граммов хлеба и макарон. И запить все это 650 граммами молока. Составляя свой гардероб, нужно учитывать, что 7 пар носков положено носить полтора года, а пальто и куртки должно хватать на 7,5 лет. Качество не соответствует, и мода может тоже меняется, и поэтому мы очень часто меняем одежду. Хочется что-то новенькое, не хочется ходить в старых вещах. Если же наш соотечественник рискнет родить ребенка, то ему придется учитывать, что по отчетам специалистов малышу за 9,5 лет положено всего 19 игрушек. В целом же расходы за день должны составлять порядка 226 рублей. У меня семья большая, у меня очень много, мне тысячи на день не хватает. Это очень тяжело. Возьму с собой тысячу и приду, пустая, кошелек пустой. Потребительскую корзину разрабатывают для трех основных социально-демографических групп населения России. Дети, пенсионеры, трудоспособные граждане. При этом учитываются климатические условия, местные особенности потребления некоторых субъектов и национальные традиции. Закон о прожиточном минимуме предусматривает изменения в потребительской корзине раз в 5 лет. И в июне прошлого года в Минэкономразвитии уже говорили, что в 2011-2012 году методология должна быть пересмотрена. Предлагается, что в основу нового подхода будет положен нормативно-статистический метод. Мы анализируем состояние розничных цен на продукты и товары первой необходимости, исходя из индекса потребительских цен, который дает оценку, как же изменилась потребительская корзина и цены на продукты, непродовольственные товары и услуги, которые в потребительскую корзину. Пока чиновники думают, как увеличить потребительскую корзину, растут цены. В Вологодской области за эту неделю подорожала свежая капуста, сливочное масло, пшеничная мука и шлифованный рис. Традиционно для весны яйцо. В среднем цена на эти продукты выросла на 2%. Кроме того, увеличилась стоимость полукопченой и вареной колбасы, шоколадных конфет и подсолнечного масла. А потребительская корзина и вместе с ней прожиточный минимум остаются прежними. Как заявляют в конфедерации обществ потребителей, стоимость минимальной потребкой корзины в России должна быть не менее 12 тысяч рублей. В Вологде на этой неделе был оглашен приговор по громкому уголовному делу. Напомню, пятеро мужчин в марте прошлого года расстреляли из травматического пистолета прохожих на улице Конева. Длинный приговор судья читал почти три часа. Однако родственники пострадавших решением остались недовольны и теперь намерены его обжаловать. Подробности в материале Людмилы Малининой. Предусмотрено статью из 11, часть 3 пункта УК РФ. Трое подстражей, еще двое подсудимых в зале суда. Пострадавших 8. На 50 страницах приговора история, которая произошла в Вологде в марте прошлого года. Эта история началась почти год назад. Здесь, возле бара на улице Конева. Двое братьев приехали сюда вечером на такси. Пока один из них расплачивался с таксистом, другой вышел из машины. И на него тут же набросились неизвестные мужчины. Его избивали, били руками и ногами. И когда брат поспешил на помощь, мужчины также набросились и на него. В тот вечер Юрий Хакимов получил три ранения в голову. Из травматики в упор. У нас достижение, что Юра может уже поднимать ножки. Покажи, смотрите, как он у нас начал шевелить ногами. Ну-ка, постарайся посильнее, покажи. Изо всех сил через боль всего на несколько сантиметров. Ну, получается оторвать непослушные ноги от кровати. Хотя еще год назад врачи разводили руками. Скорее всего, не жилец. Однако родственники подняли все знакомства. В считанные дни собрали деньги на операцию и столичных врачей. А всего в тот день на больничной койке оказались пятеро вологжан. После расправы у бара неуправляемая компания отправилась дальше. Буквально в квартале, здесь, на улице Воркутинской, они встретили других жертв. Три девушки и их спутники возвращаются из ресторана. И точно так же, не говоря ни слова, злодею ударили одного из них. Девушки успели спрятаться за припаркованную машину. Молодые люди убежать не успели. Один мальчик у нас лежал без сознания. Нас только пинали, его пинали 3-4 человека. Стояли над ним. А мальчик только вышел из больницы. Была прострелена губа, опухшая до неузнаваемости. Кровь была по всему лицу. И третий мальчик, которому прострелили голову, руки. Эти же девушки и вызвали полицию, когда нетрезвые вооруженные мужчины скрылись из вида. Их удалось задержать той же ночью. Троих взяли под стражу, двое были отпущены под обязательства явки. Позже следователи выяснили, все они работали сторожами одного из ритуальных предприятий Вологды. Из них, из этих пяти человек, почти все они обладали оружием травматическим, которое было на законных основаниях получено. Все они дружили длительное время и все увлекались силовым троеборьем. Соответственно, в тот день они как раз готовились соревнованиями и подготовились в спортзал для занятий. И отметили этот праздник. По неофициальной информации, перед соревнованиями все молодые люди активно употребляли специальные химические вещества для наращивания мышц. И вполне возможно, данные препараты плохо сочетались с алкоголем. Подсудимые говорили, что ничего не помнят и свою вину так и не признали. Раскаялся только один. Ранее все они были несудимы, но, как установили следователи, причастны к другим похожим преступлениям. Всего кампании вменялось 13 эпизодов. Приговор судья читал почти три часа. По его итогу трое из нападавших получили от шести до семи лет лишения свободы. Еще одного приговорили к одному году исправительных работ. А пятого нападавшего освободили в зале суда. Восемь месяцев работ, которым его приговорили, он успел отбыть до заседания. Теперь у сторон есть еще несколько дней от законных десяти суток, чтобы обжаловать приговор. Что касается суровости приговора, то в целом нас, прокуратура города, данный приговор устраивает. Что же касается непосредственно внесения последствий кассационного представления, то в настоящее время такой вопрос решается при получении копии приговора. Мама Юры Хакимова уже решила, что будет подавать апелляцию. Слишком мягким считает наказание за ущерб здоровью сына, который не возместить уже никогда. Сегодня они снова отправляются в Москву, но это будет последняя бесплатная реабилитация. Квота на нее дается в течение года после травмы. У нас исполнился 27-го года. Все, больше квота не дается. Поэтому вот мы обращаемся ко всем, просим, кто поможет в ВКонтакте, волонтеры, благотворительные, все фонды, чтобы нам помогли купить тренажер. Без тренажера, конечно, нам будет не встать. О критическом положении вологодского предприятия говорили не в суде, на улице лозунгами. Кредиторы и поставщики агрохолдинга Надеева вышли на пикет в знак протеста против действия руководства. К ним присоединились и бывшие работники предприятия, которые попали под массовые сокращения. По некоторым данным, Надеева сейчас находится на грани банкротства. Его долги составляют более миллиарда рублей. 400 человек остались без работы в практически безвыходной ситуации. Непростой историей разбиралась Алена Шипилова. Часть блинами с вареньем попьют. Конфеты и печенье теперь здесь только по праздникам. На первое у Ларисы суп без мяса, а на второе картошка с капустой. И не потому что пост, а потому что в кошельке последние 15 рублей от пособия по безработице остались. Зао Надеева Ларису с мужем сократили еще два месяца назад. Сейчас родители троих детей стоят на учете в центре занятости. И в такой ситуации около 300 жителей поселка Надеева. Работаю ищем и через службу занятости, и в хозяйство прихожу, неоднократно в отдел кадров. А так вот пока ничего, сидим, ждем. За прошлый год штат сотрудников был сокращен практически вдвое. На сегодняшний день на свиноферме в репродукторе из 200 человек работают всего 5. В основном это только специалисты, главный зоотехник, главный ветврач. Остальные были отправлены на стройку племь фермы, которая сейчас заморожена. Казалось бы, еще недавно на предприятии кипела жизнь. Надеевская свинина лежала на прилавках магазинов Вологды. Но все поставки пришлось закрыть. В декабре свинокомплекс опустел. Из 60 тысяч свиней осталось всего 300 голов. И на приобретение нового поголовья нет средств. Нет их на то, чтобы завершить масштабную реконструкцию свинокомплекса. Долг агрохолдинга уже достиг 1 миллиарда рублей. И в то время, как дела предприятия шли на спад, напряжение людей с каждым днем росло. Кредиторы и бывшие работники агрохолдинга Надеева, всего около 20 человек, в начале недели вышли на пикет, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Главное требование – не допустить банкротства предприятия. С сентября 2011 года я пытаюсь туда пройти, встретиться с директором. Хотя бы диалог какой-то. Этот же коллективный договор заключать. Коллективный договор на предприятии не заключается. Ситуация в хозяйстве, по мнению властей Вологодского района, близка к банкротству. И, как считают кредиторы, это результат неверно выбранной руководителем политики. Приобретя предприятие, он разделил его на 5 мелких компаний. Эта схема специально сделана для того, чтобы уйти от налогов, чтобы получить кредиты, чтобы незаконно привлечь народные средства, средства банка, средства подрядчиков. Они с целью вывода активов хотят уйти на банкротство. Нас очень беспокоит ситуация с агрокомплексом Надеева. Просрочная задолженность этого предприятия сейчас превышает 14 миллионов рублей. В марте предприятие потребит газа еще на 4 миллиона рублей. Между тем, с начала этого года предприятие не только не гасит основную задолженность, но перестало даже оплачивать текущие поставки газа. Купив агрохолдинг Надеева два года назад и заручившись поддержкой областных властей, директор Владимир Гусев взял кредиты на модернизацию. И на первом этапе развитие предприятия шло успешно. Провели работы по оздоровлению племени. В некоторых корпусах установили современное австрийское оборудование. А главным достижением стало создание мясоперерабатывающего цеха, единственного в области. Здесь будет присутствовать абсолютно благоприятные условия для работы людей и содержания животных. А все корпуса оборудованы по последнему слову техники. Будет именно так, планировал руководитель Владимир Гусев. Но на очередной встрече с журналистами и властью директор демонстрировал пустые коридоры будущей племенной фермы. И кредиты, и собственные средства закончились на полпути к цели. Затратились большие. И, соответственно, кормить свинью ради того, чтобы она пала, ее пришлось утилизировать. Конечно, расходы и себестоимость такого мяса была очень высокая. Ну, деньги, ну что. Ну, реально, да. Ну, проедали, как я сказал. Ну, может, и резко сказал. Ей зарезали, идем на модернизацию, часть людей перевели на стройку. У нас порядка 240-250 человек. Всех было уволенных. Из них под сотню было сокращенных. Остальные, кто, значит, оформили пенсию досрочно, кто-то уже был на пенсионной, кто-то ушел добровольно. Детальная экскурсия с цифрами и фактами для чиновников из области и района. Разобраться в непростой ситуации им поручил глава региона Олег Кувшинников. Который намерен держать вопрос под контролем. Показать экономику предприятия, которая бы позволила обслуживать кредиты и работать в тех экономических условиях, которые будут уже не сегодня, а завтра. И такие расчеты, на самом деле, сегодня уже предприятиям представлены. Для того, чтобы предприятие вновь заработало, необходимо еще 600 миллионов рублей. Сейчас все надежды на новый кредит. Банк готов дать необходимые средства, но при условии, если будут государственные гарантии от правительства. А оно, в свою очередь, предлагает, чтобы гарантии дали районные власти. Но местные власти говорят, ничем помочь в этой ситуации не могут. Если банк все же откажет в кредите, предприятие придется продать более состоятельному и опытному инвестору. Кстати, желающие приобрести агрохолдинг уже есть. Судьба Надеева должна решиться до конца марта. Ну а на днях на предприятии произошло событие, которое оставшиеся работники восприняли как добрый знак. У свиноматок появилось потомство. Получается, опять же, из-за финансовой ситуации, что у нас свиньи получаются как биопроба. И не знаем сейчас, в данный период, какое будет у нас будущее этих свиньей. В феврале этого года один исследовательский холдинг провел всероссийский опрос, посвященный ситуации на рынке труда и занятости. Выяснилось, что по итогам зимних месяцев ситуация достаточно стабильна. Но именно это и вызывает опасения экспертов. Ведь вместо того, чтобы развиваться, рынок стагнирует. А средний срок поиска новой работы в стране приближается к году. По сравнению с кризисным 2008-м ситуация, конечно, лучше. Этой зимой работу сменили около 20% респондентов. Причем лишь 10% участников опроса были уволены или сокращены по инициативе работодателя. Остальные покинули место работы по собственной инициативе. Стабилизировалась и ситуация с зарплатой. Минувшей зимой ее сократили у 7,5% участников опроса. В то время как осенью 2008 года на ее урезание пожаловались 14%. Что еще обсуждали газеты на этой неделе в обзоре прессы, расскажет мой коллега Евгений Макеевский. Здравствуйте. Правительство может принудить кинотеатры показывать российское кино. Как стало известно коммерсанту, Минэкономразвитие обсуждает с Минкультуры минимальную квоту в экранном времени в размере 24%. Продюсеры считают такую поддержку слабой, а киносети заявили, что картины, не пользующиеся спросом, будут показывать в чуланах. Что касается принуждения показа картин как отечественного и зарубежного производства, в принципе, на наш взгляд, в равной степени должны такие картины показываться. Может быть, даже 50 на 50. Население как богатых, так и бедных стран подсело на фастфуд, который, по мнению специалистов ООН, наносит серьезный вред здоровью людей. Новые известия пишут, что в этой организации призвали правительство всех стран ввести на гамбургеры и прочие вкусности, ресторанов быстрого питания, специальные налоги, чтобы такая еда подорожала и ее было бы невыгодно есть. В противном случае предупредил Дэшуттер на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве. Человечеству угрожает катастрофа, ведь уже более 1 миллиарда человек во всем мире страдают от лишнего веса и ожирения, не в последнюю очередь благодаря фастфуду. Данная еда, она, в принципе, наносит вред, но каждый сам решит, насколько его здоровье ему нужно, насколько ему жизнь каждому человеку нужна. Поэтому, наверное, это не совсем катастрофа, но, по крайней мере, запретов жестких, наверное, не следует здесь вводить. Как сообщает РБК Дели, согласно результатам исследований британских ученых, люди становятся все счастливее после 45 лет. Одной из причин, по которой человек с возрастом становится счастливее, является определенный жизненный опыт, который помогает ему справляться с трудностями быстрее, чем в молодости. Также пожилые люди легче переживают лишения и сложные ситуации. С возрастом мужчины и женщины перестают возлагать на будущее большие надежды, не требуют от себя чего-то сверхъестественного в профессиональной сфере и в личной жизни. Другими словами, они в какой-то мере снимают с себя груз ответственности, который раньше не давал им радоваться жизни. Счастливым человек может быть и в 20, может быть и в 30, может быть в 45 и после. И те ситуации трудные, которые возникают, наверное, каждый человек в равной степени сложно переносить в любом возрасте. Мы продолжим через пару минут, а пока реклама.